Работает пять шприцов. На первом изготавливается полукопченая колбаса популярная, на втором ветчина телячья, на третьем сардельки три богатыря, на четвертом сардельки добрые и на пятом тоже сардельки капитошки с сыром. Бендерский мясокомбинат, колбасный цех, все кипит, дымит и движется. Колбасы, сардельки, копчености. Склад до потолка заставлен ящиками. Все это уже завтра будет на прилавках. Дефицита нет. Настроены оптимистично. В месяц мы выпускаем около 150 тонн полуфабрикатов и где-то около 300 колбасных изделий. Мы работаем по заявкам нашей торговой сети, удовлетворяем все наши заявки. И в случае необходимости мы можем увеличить выпуск продукции, ну, свободно где-то процентов на 20-30. Все начинается в цехе разделки мяса. И зимой, и летом здесь 12 градусов выше нуля. Мясо – особая категория. На стол покупателя все свежее. Качество высокое. Приднестровское. У нас есть собственное сырье. Мясо выращивает наше дочернее предприятие «Гарант Агра». Свинину, говядину мы тоже покупаем местную, приднестровскую. И курятина приднестровская. Без мяса не останемся. Мы можем обеспечить все наше население в полном объеме. Часть мяса на полуфабрикаты и колбасы. Часть охлаждают, упаковывают и в магазины. Закладывается мясо. Выкачивается кислород, закачивается смесь газа. Сверху запаивается второй пленкой. Насколько увеличивается срок хранения из-за газа? В смеси газу до 10 суток. Очень хорошо охлажденное мясо продается. Мы стараемся нарастить производство для того, чтобы удовлетворить весь спрос. В ассортименте бендерского мясокомбината порядка трехсот наименований. Свежее мясо, колбасы, консервы. Здесь делают лаваш. Мука высшего качества, вода, соль и суперсовременное оборудование. Само нарезает, само печет. 30 секунд при температуре 270 и готово. Еще на комбинате замораживают овощи. Делают домашнюю лапшу, блины, хинкали, вареники. Эта машина лепит пельмени. За смену более тонны. А рядом хендмейд. Это производят полуфабрикаты из теста с мясом. Чебулени. Чебулени – это разработка наших специалистов. Можно в кипящем фритюре обжарить. Это будут маленькие чебуреки. Или сварить в воде, как пельмени. Процесс почти ручной. Только раскатка теста, перемешивание идет на автоматах. Все остальное – ручная работа, ручная лепка. Отечественные колбасы и полуфабрикаты везут не только в магазины, но и в детсады, школы и больницы. Хватит на всех. Субтитры создавал DimaTorzok